Быть внимательными и осторожными призвали Берчан на аппаратном совещании в администрации города. Согласно докладу представителей гражданской защиты, есть первые жертвы и среди любителей подлёдного лова. О чём ещё говорили на общегородской планёрке, расскажет Андрей Маланов. На аппаратном совещании в администрации Берска глава города Евгений Шестернин поблагодарил всех, принимавших участие во встрече временно исполняющего обязанности губернатора и по итогам визита раздал поручения своей команде. Для нас важно было то, что мы были услышаны, там вопросы связаны с финансированием, особенно по подтопляемым грунтовым водам, подтопляемые дворовые территории грунтом. Нам здесь растягивать удовольствие нет времени. Нам нужно это всё делать в зимний период, чтобы к весне быть готовыми. А это вопрос финансирования. Вопрос финансирования, значит, Александр Михайлович, отследить протокольную работу по протоколу, чтобы там были прописаны те поручения, которые давал именно губернатор, чтобы они не были, так сказать, не учтены, мягко говоря. А ваша задача, Галина Михайловна, с Мюльтиным эти вопросы проговорить. Обсуждение дел городских началось с тревожной ноты. С первыми заморозками на неокрепший лёд потянулись первые рыбаки. Спасатели начали отсчёт несчастным случаем. Только за субботу спасатели привлекались трижды, вытаскивая рыбаков из промоин. И один рыбак в районе Ремикса скончался на месте, стало плохо у него со здоровьем. До прибытия скорости он умер. Уроженец Новосибирска, 55 лет. Поэтому хочется сказать, что толщина льда пока ещё составляет 5-6 сантиметров. Поэтому рекомендую жителям воздержаться от посещения водохранилища для рыбалки, потому что, во-первых, все ямы там, где есть течение, там лёд нестабильный, можно спокойно провалиться. Новое ЧП на канализационных сетях и снова на улице Рогачёва, как раз неподалёку от места предыдущей аварии на Рогачёва-20А. У нас инцидент на канализации на напорных коллекторах от КНС-6 на улице Рогачёва. То есть у нас повторяется то же, что и летом. Коллектора залегают на глубине 8 метров. На сегодня мы попросили Росстроит подрядчик, чтобы он нам дал крепёж, то есть шпунты специально. То есть будем забивать шпунты, чтобы не происходило обрушение грунта и попытаемся ликвидировать. Работы берским коммунальщикам хватает не только под землёй, но и на поверхности. Начавшиеся снегопады и заморозки чреваты гололёдом на дорогах. Между тем песко-соляной смеси для посыпки дорог городу может не хватить, предупредил на аппаратном совещании директор управления ЖКХ Владимир Захаров. Главное это нам уйти от гололёдных явлений. Это посыпка, очистка тротуаров и посыпка пешеходных переходов. Всё мы будем делать. Хочу отметить, что согласно нормативу по песко-соляной смеси мы должны обрабатывать не только перекрёстки, светофорные объекты пешеходных переходов, а в принципе всю сеть, которая находится в асфальтопетоне. Это почти 100 километров. Поэтому надо понимать, что всю дорогу в норматив мы не приведём. Сколько и снежно не только на дорогах, но и во дворах. Однако работы дворников пока не видно, отметил замглавы Бердска Александр Тужик. При том, что на 640 многоквартирных домов в нашем городе приходится 240 дворников. Где они все, недоумевал замглавы. По идее мы вообще должны красиво жить, у нас должно быть всё чисто. То есть фактически получается, вот неделю ездим, вторую. Ну если по восьмого двоих увидят, вот сегодня одного увидят. Где они прячутся вообще вот? Да, сегодня совещание, поэтому мы здесь как раз состоялись. Вот у меня просьба будет, то есть на самом деле есть 240, возьмите прямо вот, понятно, что это не наш формат, вживую прямо. Кто они, откуда они. Такое ощущение, что как у Гоголя мёртвые души. По бумагам есть, жители за это оплачивают, а по факту их нет. Александр Тужик посоветовал взять ситуацию на контроль, присмотреться к работе дворников. Горожане платят за содержание придомовых территорий, а качественные услуги не получают, заметил он. В целом же, по словам замглавы, в нашем городе есть не только недостатки, но и много хорошего, чем можно гордиться. Продолжение следует...